На суше и на море везде границы государства находятся под особым контролем. В 2016-м это уже далеко не пограничник, бинокль и собака. Конечно, совсем другие люди пришли уже, несколько поколений сменилось с тех пор, когда я служил еще на государственной границе. Сейчас более подготовлено, более профессионально, потому что сейчас применяется совершенно современная техника в охране государственной границы. Сейчас это суперсовременные технические средства охраны госграницы, например, сигнальный комплекс «Радиобарьер-МФ». Сейсмический датчик, который срабатывает непосредственно на нарушителя государственной границы. При заходе в зону срабатывания датчика происходит сигнал тревоги непосредственно на пограничный ряд, а также на пульт оператора дежурного по связи и сигнализации. Данные технические средства, они малогабаритные и быстрые в развертывании. В этом году уже было задержано 6 нарушителей госграницы. Свыше 500 человек – нарушителей режима границы. А в целом через пункты пропуска прошло свыше 2,5 миллионов и порядка 600 тысяч транспортных средств. Сейчас период активного летнего сезона для пограничников наступает во всех смыслах слова «жаркие дни». В преддверии курортного сезона мы своими силами не обходимся. Мы уже получили резервы пограничного управления по гражданскому краю и резервы пограничной службы. Поэтому на сегодняшний день мы личным составом обеспечены полным объемом. От имени всех жителей приграничного Сочи глава города Анатолий Пахомов поздравил всех собравшихся с Днем пограничника. В этот знаменательный день хочу выразить всем вам, в первую очередь ветеранам службы, за хорошее наследие, которое оставлено здесь, личному составу, глубокую признательность и благодарность за ваш опасный и самоотверженный труд. Крепкого вам здоровья, счастья, мира и благополучия. С праздником вас, с Днем пограничника. К поздравлениям присоединился и член Общественной палаты Российской Федерации, директор Института стран СНГ Константин Затулин. Это люди, которые первыми встречают трудности, первыми встречают врага, если враг собирается напасть на нашу страну, первыми в бой вступают всегда пограничники. В этот день обычно у нас в семье был праздник, я вырос в семье пограничника, который 35 лет отслужил на границах Советского Союза в Закавказье, в Средней Азии. И сегодня праздничный концерт разбавило событие, яркое по своей эмоциональности, особенно для юных сочинцев. Их приняли в ЮДП, это отряд юных друзей пограничников. Всегда бдительность проявлять! А сразу после выступления на сцене Зимнего театра сочинских коллективов все желающие могли попробовать на театральной площади гречневую кашу из полевой кухни. Елена Овсецина, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.